Константин Георгиевич Паустовский родился в Москве в семье железнодорожного служащего. Учился в Киевской гимназии и Киевском университете. Он был вожатым и кондуктором трамвая в Москве, матросом, рабочим в металлургических заводах, санитаром во время Первой мировой войны, служащим, преподавателем русской литературы и журналистом. Константин Георгиевич много путешествовал. Во время своих поездок Паустовский неукоснительно соблюдал данные самому себе правила – всегда записывать в тетрадь впечатления от увиденного и услышанного. Эти впечатления и легли в основу многих его произведений о животных и природе – кот-ворюга, заячьи лапы, стальное колечко и многие другие повести, рассказы и сказки. Исокогорская детская библиотека номер 13 предлагает вашему вниманию рассказ Константина Паустовского «Заботливый цветок». Есть такое растение – высокое, с красными цветами. Цветы эти собраны в большие стоячие кисти. Называется оно – кипрей. Об этом кипре я и хочу рассказать. Прошлым летом я жил в маленьком городке на одной из наших полноводных рек. Около этого городка сажали сосновые леса. Как всегда в таких городках на базарной площади весь день стояли телеги с сеном. Около них спали мохнатые лошаденки. К вечеру стадо, возвращаясь из лугов, подымало красную от заката пыль. Охрипший громкоговоритель передавал местные новости. Однажды я шел перед вечером мимо базарной площади в Лесничество. Оно помещалось на окраине городка над рекой. Среди улицы мальчишки играли в футбол. Громкоговоритель висел на телеграфном столбе. Он неожиданно защелкал, откашлился и сказал басом. Ребята, напоминаю, что завтра в 6 часов утра состоится поход «Моховый лес для сбора сосновых шишек из беличьих запасов». Руководитель похода будет сотрудница лесничества Анна Петровна Заречная. Я не мог понять, о каких беличьих запасах идет речь. Кого бы расспросить об этом? Мальчишки продолжали гонять мяч, будто они и не слыхали громового голоса из черной тарелки на столбе. Из окна в соседнем домишке высунулась старушка. «Петя!» — закричала Анна дребезжащим голосом. «Кузя! Ступайте домой, не слухи. Завтра с позаранку в лес идти, а вы футбол затеяли. Я вас на заре подумать не буду. Я вам не будильник». «Сейчас!» — закричали в ответ мальчишки. «Последний гол забьем!» Неожиданно футбольный мяч угодил в козу, привязанную к крылечку. Коза вскрикнула, взвелась на дыбы и оборвала веревку. Мальчишки бросились в рассыпную. Из всех окошек высунулись разгневанные хозяйки. «Озорняки!» — закричали хозяйки. «Вот скажем, Анне Петровне, чтобы она вас в лес не брала!» Я пошел дальше. За углом я увидел мальчика. Они, оказывается, прятались там от хозяек. «Ребята!» — спросила мальчика. «Что это за белички, запасы, про которые объявляли по радио?» Мальчики наперебой начали рассказывать мне, что никто лучше белок не умеет собирать сосновые шишки. «Они их себе на зиму запасают!» — кричали мальчики. «Складывают в дупла!» «Да ты не толкайся, дай мне сказать! Белка только здоровые шишки берет! Без нас эти шишки никто и не достанет!» — закричал мальчик с отчаянными синими глазами. «Дупло высоко, а мы туда раз, раз, мигом долезем и все шишки соберем!» «А вам белок не жалко?» — спросил я. «Белки не обижаются!» — закричали, волнуясь мальчики. Они за два-три часа опять полное дупло натаскают. «Вы в лесничество идете?» — спросил меня мальчик с синими глазами. «Да, в лесничество. Мы давно приметили, что вы тут ходите. Так вы, пожалуйста, Анне Петровне про козу не рассказывайте. Мы в нее мечом случайно попали». Я пообещал ничего не говорить Анне Петровне, но даже если бы я ей рассказал про случай с козой, то Анна Петровна, все в лесничестве звали ее Анютой, но мальчиков не рассердилась бы, потому что сама была молодая, веселая и только год назад окончила лесную технику. Около дома, где помещалось лесничество, разросся по склону оврага тенистый сад. По дну оврага протекала речушка. Тут же невдалеке она впадала в большую реку. Речушка была тихая, с ленивым течением и густыми зарослями по берегам. В этих зарослях была протоптана к воде тропинка, а около нее стояла скамейка. В свободные минуты лесничий Михаил Михайлович, Анюта и другие сотрудники лесничества любили немного посидеть на этой скамейке, посмотреть, как толчется над водой мошкара и как заходящее солнце догорает на облаках, похожих на парусные корабли. В этот вечер я тоже застал Михаила Михайловича и Анюту на скамейке на берегу реки. В омуте у наших ног плавала необыкновенная зеленая ряска. На чистых местах цвел водокрас, белые и тонкие, как папиросная бумага, цветы с красной сердцевиной. Выше омут на крутом берегу островами разросся Кипрей. Кипрей – это наш помощник, заметил Михаил Михайлович. И белки тоже неплохие помощники, добавила Анюта. О белках я узнал только что, сказал я. От мальчиков. Это правда, что вы отбираете у белок сосновые шишки? А как же, ответила Анюта. Лучших сборщиков шишек, чем белки, нету на свете. Пойдемте с нами завтра в лес. Сами увидите. Ну что ж, согласился я, пойдемте. А вот Кипрей, чем вам помогает, я не знаю. До сих пор я только знал, что его листья заваривают вместо чая. Потому-то его и прозвали в народе Иван Чаем, объяснил Михаил Михайлович. А помогает он нам вот в чем. Михаил Михайлович начал рассказывать. Кипрей всегда разрастается на лесных пожарищах и порубках. Недавно еще Кипрей считали сорной травой. Он только и годился, что оно дешевый чай. Лесники безжалостно вырывали весь Кипрей, чтобы растал рядом с молодыми сосенками. Делали это, а не потому, что считали, будто Кипрей заглушает побеги сосен, отнимают у них свет и влагу. Но вскоре заметили, что сосенки в тех местах, где уничтожен Кипрей, совсем не могут бороться с холодом. И от первых же утренних морозов, какие бывают в начале осени, начисто погибают. Ученые, конечно, начали искать причину этого. И, наконец, нашли. «Что же оказалось?» – спросил Михаил Михайлович и сам себе ответил. А оказалось, что Кипрей – очень теплый цветок. Когда ударит осенний мороз и иней посеребрит траву, то около Кипрея инея нету, потому что вокруг Кипрея стоит теплый воздух. Этот цветок выделяет из себя теплоту. И в этой теплоте растут себе без страха все соседи Кипрея, все слабенькие побеги, пока зима не прикроет их, как ватным одеялом, глубоким снежком. И заметьте, что Кипрей всегда разрастается рядом с молодыми соснами. Это их сторож, их защитник, их нянька. Бывает в сильный мороз у Кипрея отмерзнет вся верхушка, а он все равно не сдается, живет и дышит теплотой. Самоотверженный цветок. Кипрей, сказала Анюта, не только воздух обогревает, но и почву. Так что и корешки всех этих побегов не замерзают. Вы думаете, один Кипрей такой замечательный? Спросил меня Михаил Михайлович. Почти про каждое растение можно рассказать такие удивительные вещи, что вы просто ахнете. Что не цветок, то прямо рассказ. Растения спасают нас от болезней, дают крепкий сон, свежие силы, одевают, кормят, всего не перечтешь. Нет у нас лучших друзей, чем растения. Да если бы я умела рассказывать сказки, я бы о каждой травинке, о каждом каком-нибудь незаметном маленьком лютике или колоске, порассказывал бы такое, что все старые добрые сказочники мне бы позавидовали. Еще бы сказала Анюта, если бы они знали тогда то, что мы знаем сейчас, тогда и сказок не надо. На следующий день я ходил вместе с мальчиками и Анютой в моховый лес. Видел беличьи склады сосновых шишек. Видел заросли Кипрея на гарях и молодых посадках. И с тех пор я начал относиться и к белкам, и цветам Кипрея, и к молодым сосенкам, как к своим верным друзьям. Перед отъездом я сорвал кисть Кипрея. Анюта высушила мне ее в сухом песке. От этого цветы сохранили свою яркую пунцовую окраску. У себя в Москве я заложил эту сухую кисть Кипрея в толстую книгу. Называлась она «Русские народные сказки». И каждый раз, когда я раскрывала эту книгу, я думала о том, что жизнь, окружающая нас, хотя бы жизнь вот этого простенького и скромного цветка, бывает часто интереснее самых волшебных сказок. «Русские народные сказки» Русские народные сказки» Русские народные сказки